Наш балет Преугольники Самые лучшие скульптуры были сделаны Именно в тот период, когда была между ними Эта Великая Любовь Никто знает, если бы не было Этой Любви, были бы эти скульптуры Процесс определения Новой темы, новой идеи спектакля Всегда этот процесс очень мучительный Потому что организм сопротивляется Тому новому испытанию Тому потоку страданий Физических, моральных, психологических Потому что каждый эллипционный период Создание нового спектакля Действительно, это Голгоф Вот она пошла, пошла, пошла И ты вышел, как-то весь сжался в комочек Как бы вот такой весь в комочек сжался Я сюда, и голова туда, как бы раз, видишь, спина И ты как бы туда, туда тебя тянет Как бы какие-то мучительные воспоминания Для меня вообще это целая драматическая партия У меня ощущение, что я говорил Потому что Роден, если бы напомнить его прыжками, вращением Это было бы совсем, конечно, не то То есть нужно было какими-то определенными именно движениями С взглядом Показать именно вот эту вот Его монументальность, мудрость Красоту, которую он мог создать Достаточно Он уже был очень массивным Он очень громоздким Немножко приземистым Обладал очень магическими кистями Которые и в то же время и сильные И в то же время очень нежные И трогательные Которые он мог и соблазнить своих натурщиц Борис Яковлевич объясняет каждый сюжет, каждый нюанс То есть в каждом сюжете, в каждом элементе нашего движения Есть смысл определенный, заложен И он как мастер своего дела Он же тоже как скульптор Он лепит из нас Он лепит из нас вот какую-то роль Какую-то нить Субтитры создавал DimaTorzok Трагическая судьба Этой действительно уникальной женщины Ее влияние на искусство Родена Такой широкий спектр влияния И в конечном итоге Такая великая жертва Которую она, так сказать Вот, которую она пожертвовала Ради Родена И ради, наверное, вообще искусства Вот это вот двуединство Родена и Камины Кладель Вот для меня явилось тем источником Для решения обратиться к этой идее К этим личностям Редактор субтитров А.Семкин Мне кажется, что мы приблизились Как-то к тому, чтобы тело смогло выразить И оживить эти скульптуры, камень Чтобы тело говорило через пластику Именно каким-то другим языком Языком другого искусства, я имею в виду Сцена лепки Возведения граждан Кали Действительно не хотелось как-то показывать Очень по-бытовому И в то же время нужно вот Вот эту грань эту нужно было найти Между пластикой и бытовых таких изображений Чтобы было зрителю понятно, что же делает И вот это вот постоянное Поиск был Сначала мы и вытягивали, помню, руки И с помощью какие-то ломаные движения Мне кажется, до сих пор я в поиске в этом Челеское тело в скульптуре В данном случае гениальных скульптурах Родена Это уникальная возможность создать какую-то особую красоту Особую гармонию природы А в танце Тело человеческое Оно, наоборот, открывает возможность в динамике Выразить то, что заложено внутри тела Его дух, его эмоциональную содержательность Его энергию Субтитры создавал DimaTorzok Но, с другой стороны, меня, как хореографа Всегда притягивала скульптура Потому что в ней, как бы, действительно Зафиксированы мгновения какой-то экзальтации Мгновения какой-то внутренней энергии Которая рвется к самореализации И живет какой-то наполненной внутренней жизнью Задавалась ли я вопросом Смогла бы я прожить такую жизнь, как Росберре Но задавалась неоднократно Но каждый раз понимала, что, наверное, это не мой путь Мне было бы очень сложно Хотя я, в общем-то, даже с каким-то уважением к ней отношусь Потому что прожить такую жизнь Вообще-то рядом с такой личностью И, мне кажется, в истории Родена Она всегда будет его женой Порой любовь отступает перед жалостью Роза его держала своим каким-то непонятным магнетизмом Что ему, наверное, просто было жалко ее бросить И здесь вот этот конфликт, что он не мог Он, в принципе, не любил ее Именно его держало, что она Он был в ней уверен Он отдыхал Он приходил домой, он чувствовал себя просто как дома Как за каменной стеной И он мог спокойно думать о своих произведениях А Камила – это страсть, это вдохновение Которая, в общем-то, вся возвышенная И, не знаю, где-то витает в облаках И обладает, безусловно, какой-то гениальностью Которую невозможно скрывать Наверное, это две части самого Родена Камила Кладен не смогла пережить разрыв с Роденом Ее психика была разрушена И она провела 30 лет в сумасшедшем доме 30 лет, так же, как и Ольга Списивцева Так же, как и многие герои моих балетов Которые ушли в мир какой-то особой реальности В какой-то психической реальности Называют доктора этот мир Но для меня это не клиника Для меня это не болезнь Для меня это действительно тот особый мир Который недоступен нам, простым людям В котором живут эти удивительные личности Со своей какой-то особой фантазией Со своим каким-то особым мироощущением Сегодня как раз настало время Когда зритель хочет видеть именно спектакль Хочет приходить в театр, в балетку И переживать вместе с актерами Истории, рассказанные языком тела Рассказанные таким уникальным инструментом Как человеческое тело Потому что человеческое тело Способно выразить очень глубинные Очень какие-то сокровенные Я бы сказал, древние какие-то эмоции Потому что тело человеческое Это аккумулятор какой-то особой памяти Памяти человечества Аплодисменты 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 Продолжение следует...